Наша встреча посвящена результатам подсолнечника и кукурузы, результатам сезона 2020 года. Соответственно, некоторый отчет наш по проделанной работе с вами, как мы позиционировали продукты, какие урожайности мы получили, какая конъюнктура рынка будет на ближайшее время, включая не только объемы, воловки, сборы урожая и так далее, но и какая цена прогнозируется на ближайшее время. Мы посмотрим с вами рекорды урожайности, посмотрим основные факторы, ограничивающие потенциал подсолнечника и кукурузы, как они сыграли в этом сезоне. И, в общем, посмотрим, какая работа проводилась в течение текущего сезона. Наверное, самый такой яркий слайд, который обычно вызывает бурю эмоций, особенно в такой сложный по климату год, по погоде. Перед вами сейчас находятся результаты урожайности, которые были получены в производстве, в демо. То есть даже на юге в условиях ужасной нехватки влаги, повышенных температур мы получаем по кукурузе больше 100 центнеров с гектара и по подсолнечнику свыше 40. Опять же, вы видите, что на этом слайде представлены наши звезды, назовем их так. Это наши новинки, которые приходят в портфель. И компания «Сингента» очень... Это было, наверное, еще лет 5 назад, насколько я помню, это со стороны подсолнечника. Мы сфокусировались на продуктах, которые имеют максимальный широкий потенциал адаптации к различным почвенно-климатическим условиям и нацеливались на высокий потенциал по гибридам и на стрессоустойчивость. Соответственно, эти продукты попали уже к нам в коммерческое использование, назовем это так, год или два назад, и сейчас мы рады, что сельхозпроизводители могут получать на своих полях максимальную урожайность и плановую, как минимум, основываясь на результаты текущего года. Ну ладно, об этом мы проговорим чуть дальше. Ребята, наши покажут вам слайды по продуктам, по результатам и так далее. Давайте вернемся к конъюнктуре рынка. Это, наверное, самое главное и интересное, что нужно посмотреть именно сейчас, в ноябре месяце. В первую очередь хотел бы обратить внимание на цены на ключевые растеневодческие товары на рекордных ценовых орбитах. Это слайды компании IKAR, которая делится с нами данными по рынку и также делает свой прогноз. Вы видите, что ценник на подсолнечник, пшеницу, на сахар, они идут вверх. Вообще обычно принято смотреть цену на пшеницу, да, несмотря на то, что подсолнечник – это масло, сахар, понятно, еще одно направление. Но обычно пшеница драйвит рост. И вот то, что мы видим сейчас, это действительно одновременное поднятие цен на основные ключевые растеневодческие товары. Что это значит для нас? Мы потом еще посмотрим по подсолнечнику цены. Я думаю, что у многих из вас приемка идет от 33 тысяч сейчас и выше. И забегая наперед, скажу, что, ребят, однозначно это еще даже и не предел. Мы об этом поговорим. Еще вот Иван Афанасьев расскажет немного свое видение чуть подальше. Собственно, почему цена растет, да, а цена растет – это обычная кривая спроса и предложения, что мы видим в текущем году. То, что производство мировое, оно снизилось фактически на 10%, да, но от прошлого года 55 миллионов тонн снижается до 50. Естественно, оно снижается за счет основных двух стран – это Российская Федерация и Украина, да, то есть по России идет снижение порядка, там, трех миллион тонн, по Украине, там, полторы. И к чему это все приводит? К тому, что на рынке сейчас существует дефицит товарного подсолнечника. И, опять же, накладывается на это еще ситуация с внутренними мощностями переработки, потому что вы знаете, наверное, когда посещаете наши мероприятия, мы часто даем эту аналитику, сейчас мощности переработки, они превышают доступную валовку, да, которая собирается ежегодно. Соответственно, цены мало того, что подстегивает внешний рынок, да, так еще и внутри идет конкуренция. Соответственно, вот этот ценник, который сейчас составляет, там, 33 и выше тысячи рублей за тонну, есть перспектива того, что он будет расти. Да, здесь несколько слайдов, вы получите эти презентации и сможете, там, спокойной обстановке на них посмотреть. Этот слайд представляет сокращение валового сбора подсолнечника в РФ и Украине. То есть изначально мы в начале 2020 года прогнозировали уровень прошлого года, и буквально там в сентябре и в октябре эти цифры еще проседают. Соответственно, как только появляется официальная статистика, как только проходит уборка, и сельхозпроизводители и министерства отчитываются по убранным площадям и урожайностям, это корректирует цену. И дополнительный слайд, который бы хотел отметить, это вот прогноз валового сбора подсолнечника по макрорегионам РФ. Вы видите, что максимальная просадка, она произошла у нас в основном на юге и на Волге относительно прошлого года. И здесь есть, знаете, часто вспоминаю шутку, что в сельском хозяйстве есть две беды – урожай и неурожай. Отсюда история в том, что просадка произошла в обоих регионах где-то процентов, наверное, на 15, то, что мы видим с вами на графиках. Но с другой стороны, если вспомним цену прошлого года, то ценник сейчас увеличился в два раза больше. Это радует то, что мы не оказались там в ситуации какого-то, 18-го года, по-моему, когда было в том числе снижение урожайности незначительное, да, и одновременно и ценник не был самым лучшим. Поэтому сейчас хотя бы ценник нам выравнивает ситуацию именно по деньгам, да, не по валовке, которую мы собрали в поле, а именно по деньгам. Да, и здесь баланс рынка подсолнечника, вы можете увидеть, что, естественно, здесь еще играет экспорт большую роль. И на самом деле внутренняя конкуренция МЭЗов на приемку товара, она увеличивается. Здесь я добавлю информацию вот от Ивана, мы недавно обсуждали с ним, что Турция хочет аннулировать пошлины на ввозимое масло в Турцию, да, и это также может подстегнуть цены этих госпроизводителей. Ваня, добавь. Если, Кирилл, позволишь, я сразу добавлю, то есть сейчас уже есть информация о том, что пошлина на именно подсолнечник внутри Турции отменена, и сейчас идут, ну, пока сохранена, получается, импортная пошлина именно на подсолнечное масло. Цены сейчас именно на рынках уже составляют порядка 560-570 долларов, это именно цена в Турции. Соответственно, это положительный момент, и это будут фактически как пылесос работать именно на юге России, где мы с вами фактически, ну, большую часть подсолнечника как раз-таки и везли в Турцию, да, то есть либо это переработка была, и если что-то уходило со страны, то как раз это был юг. И второй момент, то, что сейчас идет обсуждение, то, что пошлина сейчас на масло составляет порядка 36%, идет обсуждение, и ходят слухи о том, что 10% останется. Но при этом, что я хочу сказать, вчера буквально ночью пришла информация о том, что комитет по, сейчас я даже скажу какой комитет, по защитным мерам внешней торговли правительственная комиссия и экономическому развитию интеграции приняла решение с 1 января увеличить экспортную пошлину на подсолнечник минимум до 30%, да, то есть у нас вводятся, можно так сказать, заградительные барьеры для того, чтобы наши переработчики остались, ну, без сырья, чтобы они не остались. Соответственно, это приведет, с одной стороны, к более жесткой конкуренции сейчас внутри страны до 1 января между переработчиками и экспортерами, но при этом это может ослабить немножко рынок и цены могут немножко стабилизироваться уже после 1 января, да, то есть когда МЭЗы будут уже полноправными владельцами рынка. Но при этом будет сохраняться конкуренция между ними, так как мощности переработки составляют больше 18 миллионов тонн в России, а по факту мы с вами видим сейчас, что убрано 12,5-12,6 миллионов тонн, но при этом, грубо говоря, у нас в лучшие года из страны вывозился 1,4 миллиона тонн подсолнечника в виде сырья, это было в прошлом сезоне. Соответственно, сейчас ожидание, что буквально там за 2-3 месяца этот объем будет нарастать, так как экспорт на, вот, ну, за октябрь, там, за сентябрь составил порядка 250, кажется, тысяч тонн, да, то есть это очень большие цифры, да, то есть на, 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 поэтому, да, коррекция какая-то после, мне кажется, после 1 января она будет, но при этом конкуренция между МЭЗами не даст возможности ценам опуститься. Да, и часто задаем такой вопрос, нам задают такой вопрос, ребята, когда, собственно, продавать урожай? Ну, мы придерживаемся все той же самой стратегии не складывания яиц в одну корзину, да, то есть если у вас есть подсолнечник, он у вас сухой, и вы знаете, что он может еще определенное время полежать, естественно, мы предлагаем делать траншевые, да, вот эти продажи, чтобы не ждать какого-то одного дня, да, для полной реализации, а именно делать вот такое, как с валютой, мы понемногу работаем, подсолнечник – это наша валюта. Но если позволить, Кирилл, я еще добавлю по этому вопросу, то есть что у нас исторически с вами на юге наблюдалось вот в ноябре месяце, да, то есть это было снижение цены непосредственно на сырье, и с чем это было связано? Это было связано с тем, что регион Поволжья, регион-центр в климатических условиях, которого сделается подсолнечник, в этот период убирали подсолнечник и убирали во влажных условиях. Осень, как вы видели, это видно еще и недостатку продуктивной влаги, которая наблюдается, и отсутствие всходов на большей части территории России, а зимы той же пшеницы. Осень, вот эта теплая, сухая, она позволила хозяйствам убрать подсолнечник именно в сухом состоянии. И, соответственно, вот этого мокрого кислотного подсолнечника, который обваливал цену в этот период, его сейчас на рынке, ну, можно сказать, минимальное количество, или, можно сказать, даже его и нету, да. Соответственно, это привело к тому, что цены на подсолнечник, они даже в разрезе сезонности, они очень высокие. Ну, этому, конечно, помогают и внешние рынки. Кирилл уже говорил о том, что один момент – это то, что снижение производства подсолнечника в основных странах-производителях – это Россия и Украина. Но еще немаловажным вопросом является это высокие цены на пальмовое масло, которые обусловлены отсутствием или снижением рабочей силы в Малайзии, в Индонезии из-за ковидной ситуации. Соответственно, все это толкает и подстегивает очень высокие цены. По поводу, когда продавать, Кирилл, да, сказал о том, что стратегии, и многие у нас даже есть сельхозтовропроизводители, которые защищались, там, как правильно реализовывать, имеют практику реализации. Единственное, комментарий такой, что если вы что-то сейчас продаете, не держите деньги на счетах, да, то есть сразу инвестируете, там, техника, удобрения, семена, то есть вы видите, что курс нестабилен, и фактически то, что можно было купить, там, условно, за 10 миллионов, сейчас уже продается в районе 12 миллионов, да, то есть, соответственно, это, как бы, комментарий. Извини, Кирилл. Да, все нормально, ребята уже пишут в чате, что нам нужно ускоряться, поэтому далее пойдем более оперативно. На самом деле, дальше идет история про кукурузу. Кукуруза, опять же, относится к зерновым, поэтому там больше идет корреляция с пшеницей. Здесь, естественно, мы видим также рост цен, что, опять же, благоприятно влияет на пороговую рентабельность, да, и понятно, что на юге в этом сезоне очень серьезно подсушило, да, кукурузу, но то, что сейчас убирает, дает возможность, там, при более низких урожайностях выйти на нужный порог рентабельности. И, да, один момент, что еще весь рынок, да, он не подтянулся по ценнику до своего логического балансированного состояния. Мы видим, что здесь есть цена ФОП Одесса, да, а вот на юге и ЦЧР цена еще не поднялась так высоко, но она идет вверх, поэтому давайте мониторить ситуацию. И баланс спроса предложения на рынке кукурузы. Вы видите, что валовый сбор упал где-то на 1 миллион тонн, и, естественно, это опять создает некоторый дефицит для переработки. Быстро информация по климату, я думаю, это одна из основных вещей, которые нужно рассказать перед тем, как мы перейдем к результатам. Перед вами карты влагообеспечения, это вот один слайд, и температурного режима сезона 2020. Мы видим, что текущий сезон, как у нас, у нас всегда в сельском хозяйстве стабильность. У нас каждый год уникальный, вот, поэтому в текущем году у нас многие сельхозпроизводители вышли раньше в поле, чтобы захватить влагу. Влаги часто не случилось, семена перележали в почве там и по месяцу, и по 6 недель. Соответственно, было выпадение густоты, вот, очень часто, но в целом потом культура начала развиваться, были возвратные заморозки. И так получилось, что сев, который происходил более поздние сроки, он оказался более выгодным сельхозпроизводителем. Это касается как и подсолнечника, так и кукурузы. Отсюда вывод, конечно же, нужно придерживаться оптимальных сроков сева, и опять же смотреть на погоду, смотреть в различные источники по аналитике данных. У нас в том числе есть Кропио, которая предлагает сингенты для мониторинга и полей, и ситуации. Ну, и в целом основываться более на таких фактических вещах. Мы сейчас не говорим про крупные холдинговые структуры, да, которых техника в ограниченном количестве, и нужно скорее там закрывать сев имеющимися ресурсами. Но в целом, если есть возможность зайти там в поле не в самый ранний срок, это, конечно, как показывают уже несколько сезонов, это лучше. Вот. Ну, и опять же, да, то, о чем говорил Ваня. После цветения, в период налива, опять же, была засуха по подсолнечнику. Почти, наверное, ни у кого сейчас мы не найдем подсолнечник с кислотным числом повышенным. Но, опять же, засухо-высокие температуры, они привели к стрессу подсолнечника и кукурузы в период цветения. Опять же, это проблемы там невыполненности центра корзинки, где-то выдувало зерно и так далее. Ну, мы с вами видели, к чему это все привело. Это там минус 15% урожайности, поволовки по территории, по региону ЮФО и СКФО. И площадь-то не изменилась. Соответственно, это чистейшее снижение урожайности. И по температурному режиму пару слов. Если вот так абстрагироваться и взять ситуацию в целом, то мы увидим, что температурный режим был на одном уровне. Однако, как мы уже сказали, первые полтора месяца это были пониженные температуры с возвратом холодов, а уже после июля месяца это были пики температур, которые достигали иногда в дневное время 47 градусов. Что это для культуры значит? Это значит стерилизацию, стерилизацию пыльцы, что негативно влияет на опыление. И как показала практика, то, с чего я начал в самом начале, в сезоне 2020 года отлично показали себя наши новинки. То есть это однозначно линейки брендов Artesion, гибриды линейки Artesion. Это феномен, фортага, черинтос, премео. И по подсолнечнику это розетта, алькантара, сузука, которые больше подходят для засушливых условий. А традиционные такие рекордсмены урожайности, они за счет того, что они обладают максимально высоким потенциалом сейчас на рынке, то есть это Бакарди, Неома, они опять же вытягивали урожайность по территориям умеренного стресса. Давайте назовем это так. Окей, далее мы перейдем к сети испытаний. Это то количество точек, опытов, которые закладывает Сингента совместно с вами, мониторит ситуацию по гибридам и на основе которых потом ведется аналитика по урожайности, влажности, условиям произрастания и так далее. То есть вы видите, что по подсолнечнику количество опытов в России около 400, и в регионе Юг это 103 опыта. И по кукурузе количество опытов 260, в регионе Юг 56. Опять же, я думаю, сейчас самое время сказать, что в конце нашей презентации у нас будет розыгрыш призов. И та информация, которую мы рассказываем, она вам потребуется для того, чтобы отвечать на вопросы. Она будет проходить некоторого рода викторина. Мы пришлем вам вопросы всем участникам, которые сейчас с нами. И по каждой культуре, по подсолнечнику и кукурузу будут вопросы. Вопросы мы освещаем, собственно, с вами на этом семинаре. Поэтому самые внимательные зрители, те, кто захочет получить ценные призы от нас, от Сингенты, смогут воспользоваться этим шансом. Поэтому смотрите внимательно на слайды, запоминайте. И вам улыбнется удача. Ну что, переходим теперь к подсолнечнику. Ребята, кто перехватывает эстафету? Наверное, я. Слышно меня? Да, Игорь, слышно. А я тогда отключу видео и звук. Добрый день. Меня зовут Тимошенко Игорь. Я портфолио-менеджер по гибридам подсолнечника в Сингенте в России и Казахстане. А мне как, просить, чтобы вы листали или самому можно? Могу. Хотел пару слов сказать просто о том, что у нас в конце нашего вебинара будет викторина с ценными призами. Поэтому оставайтесь до конца и, надеюсь, вам повезет. Пару слов о нашем портфеле. Как вы знаете, Сингента в подсолнечнике – это лидер в России по продажам. Это обуславливается несколькими факторами. Во-первых, Сингента тратит миллионы, десятки миллионов долларов в год на селекцию, на развитие нашего портфеля. И производим большое количество испытаний и линий, и гибридов на начальном этапе развития продукта. Потом все эти гибриды, их десятки тысяч, проходят расширенную адаптацию от стран Евросоюза, заканчивая странами СНГ, такие как Украина, Россия и даже в Казахстане сейчас начали испытывать. И имея самую широкую сеть испытаний в индустрии, хотел сказать, что мы знаем наши продукты очень хорошо и адаптируем их под условия непосредственно в ваших регионах. Я буду в ускоренном режиме, потому что времени маловато. Также у нас есть дополнительные точки испытания на основные патогены и заразиху. В том числе, кстати, в Ростовской области у нас есть участки, где находятся, наверное, одни из самых высоковирулентных заразихи вообще в мире. И именно там мы испытываем все наши новинки на устойчивость и толерантность к заразихе. Также можно говорить о ЛМР, о вертициллиозе, ну это если слева направо идти, а потом фомопсис и вторичная инфекция фомоз, склеротиниоз, гнили корзинки, в том числе белая, серая и так далее. И также всякие физиологические признаки очень важны для выбора гибридов. Вот именно поэтому, как только продукт доходит до коммерциализации, мы абсолютно уверены в продукте, в том, что он будет работать именно в вашем регионе. Также потом проходят гибриды под даже после регистрации, дополнительную расширенную адаптацию, в том числе и на устойчивость к гербицидам, на полигане и так далее. То есть на все признаки, которые можно только учесть в подсолнечнике. Также основной успех – это наш широкий портфель. Мы представлены во всех сейчас сегментах. В подсолнечник довольно-таки дирексифицированная культура. И существуют различные сегменты, так называемые, да, то есть подсегменты. В основном, конечно, рынок делится на технологические сегменты. Вот, это классика, Clearfield, Clearfield Plus и новые направления, относительно новые, да, это сульфа. Это гибриды, адаптированные для гербициды Экспресс, компании FMC. Как читать этот слайд? Вот, смотрите, снизу вверх – это относительная группа спелости. Ну, нужно понимать, что количество дней от всходов до созревания, до достижения 7% влажности в маслосемянках – это очень, так сказать, относительная величина, так как один и тот же гибрид, посеянный, например, в Краснодарском крае и в Республике Башкортостан, могут созреть с разницей, там, вплоть до трех недель, да, то есть это, можно сказать, очень среднее по большой выборке, но, тем не менее, мы можем отследить здесь относительную скороспелость между гибридами, вот, поэтому снизу вверх – это количество условных дней от всходов до созревания гибридов, и также по столбикам – это гибриды, которые находятся в своем технологическом сегменте. Я бы хотел пару слов заострить о новинках, то есть, например, в классике у нас есть новинки гибриды Алькантара, это абсолютный лидер по жаростойкости и засухоустойчивости, также гибрид Сичестер, вот о нем мы чуть-чуть тоже поговорим, это сейчас лидер в классическом сегменте по всему рынку по уровню заразихоустойчивости. Это, можно сказать, новая веха развития нашей генетики в направлении устойчивости к заразихе. Также у нас представлены новинки в Клерфилплюсе, это Бакарди, вот, это гибрид, который находится в среднеспелой группе спелоси, ну, вот, на границе среднеспелой, среднепоздней, вот, но гибрид сейчас один из самых, вообще, высокооружайных на рынке гибридов. Также у нас есть две новинки с очень похожим профилем, это Катана и Дункан. Гибриды среднеспелой группы спелости, устойчивые и к заразихе генетически, и к гербициду Клерфилп, Евролатин Плюс или Каптора Плюс, и также Листега ПРО, который был недавно зарегистрирован. И также гибрид среднеранней группы спелости, который обладает отличной жаростойкостью, засухоустойчивостью и также находится в среднеранней группе спелости уже. И три гибрида в сульфанилмочевинном сегменте. Это Сумико, первый гибрид, который зашел в регистрацию в Российской Федерации. Интенсивный гибрид, находится он на границе, да, как видите, между среднеранней и среднеспелой группой спелости, вот, но он подходит больше для интенсивных условий возделывания. Вот, и два гибрида, которые зашли в Гусортреестр сравнительно недавно, это гибриды Сузука и Суматра. Сузука – это среднеранний гибрид, который максимально устойчив к, так сказать, негативным условиям возделывания, да, с повышенными температурами, с недостатком почвенной и воздушной влаги. И также гибрид Суматра. Суматра – это самый свежий, можно сказать, наш гибрид сульфа, который, во-первых, он самый ранний в нашем портфеле среди всех сульфогибридов. Вот, во-вторых, несмотря на то, что он очень ранний по созреванию, он также очень хорошо устойчив к засухе и к повышенным температурам, что было очень актуально в этом сезоне. Вот, и также не менее важно это то, что гибриды Сузука и Суматра устойчивы к заразихе RACIG, так как гербицид не контролирует заразиху, поэтому для нас иметь генетическую устойчивость заразихе наиболее важно. Вот именно поэтому мы сейчас будем выводить на рынок только гибриды, которые максимально устойчивы к заразихе именно в этом сегменте. Также хотел сказать, что у нас будет еще дополнительная сессия после итогов внесения в госруктреестр. У нас в пайплайне, так называемом, дорожной карте нашего портфеля очень много интересных новинок, и в том числе, я думаю, либо в декабре, либо в январе мы сделаем анонс гибридов, которые войдут в госруктреестр уже вот в этом сезоне. И немножко подробнее о гибридах, которые я сейчас акцентировал внимание, а также, кстати, можете не фотографировать до экрана или не записывать на видео, на телефон. Эта презентация, запись презентации придет вам по электронной почте, ссылка их, и сможете потом восстановить эту информацию. Гибрид алькантара – это классический гибрид, умеренно эксцессийного типа, и его основные особенности – это жаростойкость, в том числе и стабильность пыльцы. Так вы знаете, что пыльца подсолнечника, да и многих других растений, становится стерильной после 32 градусов, обычно этот барьер у гибрида алькантара немножко повыше, но он находится где-то на уровне 34-35 градусов по Цельсию. Также гибрид алькантара очень быстро развивается на начальных этапах органогенеза и может достигать корнями влажные горизонты почвы, что не могут делать другие гибриды, которые медленно развиваются на начале развития. И хотел просто сказать, что гибрид алькантара был выбран, кстати, в условиях выращивания СНГ, на участке, где практически все гибриды засохли, можно сказать, и дали урожайность на уровне 50-10 центнеров. Это была экстремальная засуха, экстремальная жара, но гибрид алькантара в тех экстремальных условиях дал урожайность на уровне 15-17 центнеров, что, я думаю, выдающийся результат. Но если гибрид попадает в благоприятные условия, он не проваливается, как это обычно делают экстенсивные гибриды. Поэтому можем сказать, что алькантара, с одной стороны, и умеренно экстенсивного типа с максимальной устойчивостью к жаре, и к высоким температурам и повышенной засухе, и, с другой стороны, не проваливается в условиях интенсива, если условия служатся хорошо. Как я уже говорил, что в условиях малозатратного земледелия гибрид проявляет себя с очень хорошей стороны и ведет себя как гибрид экстенсивного типа. Также раннее созревание, раннее цветение позволяет уйти от июльской жары и получить урожай вовремя. И даже при смещениях сроков высева, высевания, гибрид позволяет получить 7% влажности до наступления неблагоприятных условий, осенних неблагоприятных условий, что позволяет вовремя убрать ваш урожай. Бридчестер – это еще одна новинка в классическом сегменте. Это уже раннеспелый гибрид. Он по отношению к савинке, наверное, на пару-тройку дней, чуть позже. Но это гибрид, который сейчас один из самых ранних гибридов не только в нашем портфеле, но и вообще в целом по рынку. Гибрид экстенсивного типа. И первый гибрид в нашем портфеле, который устойчив к заразихе расы G+. То есть сейчас, на данный момент, это максимально высокий уровень заразихоустойчивости вообще на рынке. И также гибрид – рекордсмен по масличности. Обычно, как бывает, если гибрид экстенсивный, почему-то есть прямая корреляция с масличностю. Но это не касается гибрида C-Chester. Вот, его максимальная масличностность достигала 55 и даже иногда 56%. Поэтому это, можно сказать, второй рекордсмен. У нас в портфеле первый, если помните, это Сумика. Там также где-то 55%. И второй сейчас у нас максимальный рекордсмен – это C-Chester. Он дает прибавку по масличности 3-4, иногда 5% по отношению к своим прямым конкурентам. И также ранняя группа спилосей позволяет либо использовать гибрид на поздних сроках сева, либо убрать ваши посевы раньше всех и подготовить хорошую почву для озимых культур. Также его особенность – это, как сказать, слабая реакция на разреживание посевов. То есть обычно, когда вы разреживаете посевы, делаете низкую норму высева, гибрид формирует большую корзинку, что, в свою очередь, замедляет созревание. Гибрид Chester формирует корзинки примерно одинаковые в диапазоне от 45 до 60 тысяч на гектар. Поэтому мы рекомендуем загущать на 5000 растений на гектар по отношению к стандартам нормы высева. И также его абсолютная, так сказать, особенность – это устойчивость к заразихе. Вот на снимке это участок с максимально… Участок с заразихой максимально вирулентных раз. И на этих участках гибрид Chester проявлял устойчивость до 99,5%. То есть полпроцента можем даже списать на какие-то нападали, либо на все что угодно, какие-то другие эффекты полевых испытаний. Вот поэтому практически 100% гибрид дает уверенность в отсутствии заразихи в ваших полях и можете не мультиплицировать семена заразихи в вашей почве. Дальше – это гербицидный сегмент Clear Fill Plus, гибрид Bacardi. Как я уже говорил, это гибрид максимально интенсивного типа, гибрид требовательный, но в то же время гибрид имеет максимально возможный потенциал по урожайности вообще по рынку. И в условиях Юга, и Ростова, и Краснодара, и Ставрополя видели урожайность за 55 сантиметров. То есть это было и 60 сантиметров. Поэтому сельхозтавропроизводители, которые, например, раньше пробовали Неому, сейчас пробуют Bacardi и очень довольны. В том числе гибрид очень стабильный. То есть даже в этом экстремальном сезоне показывал очень хорошие результаты и не проваливался по отношению к своим более интенсивным собратьям. Дальше гибрид Rosetta в этом году проявила себя с наилучшей стороны, так как в течение сезона была у нас довольно-таки высокая засуха, сильная засуха. И особенности гибрида – это двойной контроль заразихи. Во-первых, гибрид генетически устойчив к заразихе RAS-IG и также обладает отличной устойчивостью, резистентностью к гербициду производственной системы ClearFill+. Поэтому можем сказать, что применяя гибрид вместе с гербицидом в ваших полях, вы будете иметь абсолютно чистые посевы от заразихи. Также особенность гибрида – это его экстенсивность, то есть это гибрид умеренно экстенсивного типа, и также хорошие результаты в условиях засухи. И масличность традиционно по гибридам подсолнечника компании «Сингенты» очень высокая. Посевы подсолнечника гибрида Rosetta CLP очень выровненные. Гомогенные растения, гомогенные посевы. Положение корзинки также способствует защите от солнечных ожогов. Опыление происходит отличное практически всегда, то есть практически не бывает зон пробелов по опылению в корзинке. И также гибрид максимально гомогенно созревает к уборке. Пару слов о двух гибридов, очень похожем по профилю Katana и Duncan. Оба гибрида для производственной системы ClearFill+, и обладают генетической устойчивостью расы G. Но особенность Katana и Duncan, о которой я поговорю чуть позже, это среднеспелая группа спелостей уже. То есть Rosetta – это среднеранний гибрид, он пораньше, он экстенсивного типа. И для экстремальной засухи от Katana и Duncan для более интенсивного земледелия. И также среднеспелая группа спелостей, что позволяет получать потенциал больше. То есть, наверное, в любых культурных растениях, чем больше вегетационный период, тем больше потенциал. Вот это всегда нужно помнить. И говоря, например, о Duncan – это, опять-таки, двойная защита от заразихи, потому что вы имеете, с одной стороны, защиту со стороны генетики, устойчивость к расы G, и, с другой стороны, гербициды производственной системы ClearFill+, такие как EarLighting+, CapTora+, и новый гербицид Listego Pro позволяют контролировать заразиху во всех направлениях. И также Duncan – это гибрид, который очень хорошо устойчив к основным патогенам. Это кислеротини, пероноспорозу, луженобучистеросе, фамопсису, фамозу и так далее. То есть, это, можно сказать, среднеспелый универсал новый. Также в этом году увидели интересные результаты испытаний, что гибрид не пасует во время стресса, формирует хорошие корзинки с хорошей опаленностью. Также интересной особенностью гибрида является его реакция на улучшение условий земледелия. Вот как мы знаем, при увеличении интенсификации возделывания, либо уменьшении температур, либо увеличении влагобеспечения, подсолнечник имеет тенденцию к увеличению вегетационного периода. У гибридов Duncan, у гибрида Duncan КЛП такого эффекта нет. И наоборот, при увеличении влагобеспечения гибрид может иногда даже чуть раньше созревать. Но это его просто особенность. И прекрасный внешний вид, зеленые здоровые растения и устойчивость к заразихе дают прекрасные результаты. Также гибрид проверяли в различных странах, в том числе и в Испании. Вот фотографии из Испании в России, в Украине. Везде проверяли гибрид на устойчивость к гербициду. И везде гибрид показывал отличную устойчивость к селективности к гербициду вплоть до трех доз. Естественно, мы не рекомендуем использовать двойную или тройную дозу гербицида, но всегда проверяем на отсутствие фитопластичности на случай каких-то производственных ошибок. Либо чтобы исключить человеческий фактор при возделывании подсолнечника. То есть вы можете быть абсолютно спокойными за сохранность вашей культуры после обработки гербицидом производственной системы ClearFill+. Также в этом году заметили отличную опаляемость. Даже не в этом году, а вообще на протяжении трех сезонов мы его испытываем в наших условиях. И хорошая опаленость во всех практически условиях. И выровненные посевы дают уверенность в вашем результате. Гибрид Sumatra – это новинка в гербицидном сегменте. Первый – это гибрид, оптимизированный для гербицид-экспресс компании FMC. Гибрид умеренно-эксессивного типа. И самый ранний гибрид, самый ранний сульфо-гибрид в портфеле подсолнечника компании Syngenta. И имеет устойчивость к грозе Хираса-Джи. То есть, несмотря на то, что гибрид ранний, вы можете использовать его и на юге, и даже в условиях, в плохих условиях, да, относительно плохих условиях земледелия. Так как гибрид позволяет эффективно использовать влагу и потом также эту влагу быстро отдавать во время созревания. То есть, гибрид быстро подходит к фазе физиологической спелости. И можно использовать, также варьировать по срокам высева, так как гибрид ранний спиловой группы спелости. Также хорошее опыление практически везде, вот, растения компактные, вот, и семянки потом очень легко обмолачиваются. То есть, они, с одной стороны, не осыпаются, да, с другой стороны, практически весь урожай будет у вас в бункере, а не на поле. Вот, также, вот, почему тоже Сингента немножко запоздала, да, с сульфогибридами, вот, мы вышли на рынок сразу с гамазиготными гибридами, там, где папа и мама у гибридов устойчивы к гербициду. Вот, поэтому на всех сульфогибридов компании Сингента вы можете давать полную дозу гербицида. Вот, в том числе, и тестировали гибрид и на двойной дозе, и в фитотоксичности не наблюдали практически нигде. Вот, поэтому на одинарной дозе вы, естественно, ее, тем более, не заметите. Сузука. Сузука – это гибрид, который был зарегистрирован на год раньше Суматры. Вот, он уже не раннеспелый, а средне-ранней группы спелости и умеренно экстенсивного типа. Вот, и что в этом году подтвердилось уже на протяжении нескольких лет, его заразихоустойчивость и засухоустойчивость позволяет выращивать его очень широко по такому поясу неблагоприятных условий земледелия. То есть это юг, это юг по Волжье, то есть по всему этому поясу гибрид ведет себя очень-очень достойно. То есть это сульфогибрид, один из лучших для условий засухи и высокой температуры на рынке. А также, как я уже говорил, то есть на двойной дозе от гербициды экспресс-компании FMC получали хороший урожай и не наблюдали фитотоксичности вообще. Вот, и мое время подходит к концу. Вот, хотел бы еще пару слов сказать о маркетинговой поддержке гибридов сегмента Clearfield. Мы в этом году запускаем программу Агриклайм для подсолнечника гибридов Clearfield, и вы можете обратиться к своим менеджерам отдела продаж. В этом они вас проконсультируют более подробно. Но общие условия – это то, что Агриклайм не страхование урожая, это погодная гарантия, которая дает вам выплату до 30% на затраты по семенам, если наступит страховой случай, который обговаривается и фиксируется в договоре. Но условия – это приобретение от 350 пассивных единиц гибридов подсолнечника компании Syngenta, не только Clearfield, кстати, но Агриклайм будет распространяться только на гибриды Clearfield, такие как Неома, Колумбия, Фортимия, Санай, Тристан и Эксперта. Также проговариваются условия, при которых будут случаи считаться гарантийными или страховыми. Поэтому можете обращаться к сотрудникам Syngenta, которые вас ведут. На этом, наверное, все с меня. Вот здесь вот сверху справа есть значок «Вопросы». Если хотите, пишите вопросы, будем на них отвечать онлайн, офлайн. Без ответа вы не останетесь. Спасибо за внимание. Передаю слово Ивану Афанасьеву. Добрый день, коллеги. Я рад вас приветствовать на данном вебинаре и рад поделиться информацией, которую мы собрали в течение сезона. Сезон был очень сложный. Следующий слайд у меня называется «Рекорды». Показывает, какие результаты мы добились на нашей адаптированной генетике в различных уголках Юга России. Я хотел бы, наверное, начать с антирекордов. Какие антирекорды мы с вами видели? Антирекорды у нас начались уже буквально с весны, когда запас продуктивной влаги в метровом слое составлял в отдельных хозяйствах по 60-70 мм, что критически очень низкие показатели. Следующими антирекордами были отсутствие осадков на большей части территории Юга в течение 100 дней. То есть, грубо говоря, часть хозяйств не получили ни одного продуктивного дождя с момента посева и до конца цветения. И еще одни антирекорды, которые были и наблюдались, это высокие температуры во время цветения. Об этом говорил Кирилл, об этом говорил частично Игорь. Но даже в этих жестких условиях мы видим, что есть и положительные результаты, высокие результаты, которые гибриды сформировали свыше 40 центнеров. И здесь, конечно, связано в отдельных случаях, это связано с адаптированной генетикой, где-то это подбор фактически сроков сева. Но давайте обо всем поподробнее будем идти в разрезе каждого гибрида. Прежде всего, я хотел бы сказать о классическом сегменте гибридов, то есть это гибриды, которые не устойчивы никаким действующим веществам. И на территории юга страны это довольно большая львиная доля данного сегмента. Это связано с тем, что в отдельных территориях есть сложности, во-первых, с количеством гибридов и семян, которые бы подходили под технологию производственной системы, там Клеофилд, Клеофилд Плюс, там Сульфа технологию, то есть как бы есть ограниченности где-то в семенах. С другой стороны, некоторые хозяйства больше выбирают классическую технологию за счет того, что это проще подалицу контролировать в посевах азимой пшеницы, которая является следующей культурой практически на большей части юга России. И немаловажный вопрос – это контроль и вообще возделывание азимой пшеницы, потому что мы знаем с вами, что каждая из производственных систем или технологий имеет свои плюсы и минусы. То есть одним из моментов использования гербицидов и медозаленоновой группы – это как раз-таки влияние на последующие культуры. Поэтому я считаю, что у каждого агронома в хозяйстве должно быть как минимум 2-3 технологии, потому что и уровень засорения, и уровень заразихи, он, конечно же, подразумевает использование лучших преимуществ каждой из технологий. Поэтому начнем мы с классического сегмента. Я рад, что в портфеле компании Сингента появился такой гибрид, как гибрид Честер. Вы видите, что на данном слайде сравнение урожайности по гибриду Си Честер со средней урожайностью по опыту. Мы по этическим соображениям не можем здесь, конечно же, поставить конкурентов, которые являются, может быть, в ваших хозяйствах какими-то своего рода стандартами, поэтому используем среднюю урожайность именно по опыту. Если говорить о фактической урожайности гибрида Честер в этих зонах, вы видите, что даже есть жесткие условия, то есть Тацинский район Ростовской области, где урожайность гибрида составила порядка 15 центнеров с гектара, а при этом средняя урожайность по опыту была порядка 13,5 центнеров с гектара. И мы видим, что в большей части опытов на Ростовской области, есть часть опытов в Краснодарском крае, что гибрид довольно достойно себя показывает и сформировал урожайность намного выше, чем средняя по опытам. Но при этом могу отметить, что у данного гибрида очень высокая засухоустойчивость, у него очень высокая толерантность к агрессивным расам заразихи, то есть этот гибрид позиционируется как G+. Но при этом, что я хотел бы отметить. Игорь отмечал, что для данного гибрида требуется немножко более загущенный посев. Это связано с его морфологическими особенностями. Дело в том, что данный гибрид не формирует, и в условиях, если у нас отсутствует конкуренция со стороны посевов, то есть растений, которые находятся рядышком, он не формирует крупную корзинку, как это, например, мы можем отметить с вами на кондитерском подсолнечке, на каких-то интенсивных гибридах. То есть экстенсивные гибриды, они большая часть и имеют такие свойства, но у него этот фактор выражен более ярко. При этом мы видим, что с вами гибрид спокойно работает в пределах от 15 до 35 центнеров с гектара. То есть если у вас уровень планка где-то стоит урожайности в этих пределах, то вы спокойно с этим гибридом работаете. Но я хотел бы отметить правую часть этого графика. Вы видите, что уже на урожайностях свыше 35-40 центнеров с гектара гибрид имеет урожайность либо вровень со средней по опыту, либо даже где-то уступает. Для данного сегмента уже, конечно же, нужны полуинтенсивные, полуэкстенсивные, либо интенсивные гибриды. То есть в чем как бы и суть подбора гибридов. То есть мы должны формировать с вами гибриды согласно нашего потенциала. То есть вот в жестких условиях, это большая часть севера, северо-востока Ростовской области, части Ставропольского края, этот гибрид будет работать отлично и будет формировать именно достойную урожайность. Если же мы говорим с вами за более уже территории, где нужен высший потенциал, здесь уже, конечно, начинает работать умеренно экстенсивный тип гибридов. И здесь вы видите уникальность, конечно, этого гибрида Алькантара, что он может работать как на более низких урожайностях, то есть и на низких потенциалах, что мы с вами видим там от 16-18 центнеров с гектара, которые сформировались вот в этом сезоне на демонстрационных участках. Так он и может работать на более высоких показателях, то есть для него не предел там 40 центнеров с гектара. Вообще на Алькантаре, то, что я видел на демонстрационных, на мелкоделяночных опытах, на опытах, которые были в испытаниях, мы на нем зафиксировали 54 центнера с гектара Алькантара, спокойно формирует, при этом на голову выше превосходит гибриды, которые даже находятся в интенсивной зоне. С чем это связано? Это, конечно же, устойчивость к засушливым условиям, это экстенсивность, и еще один немаловажным вопросом является уровень стерилизации пыльцы, который в данном гибриде выше, нежели у остальных гибридов на рынке. То есть здесь вы можете отметить, здесь есть данные и по Ростовской области, и по Ставропольскому краю, и по Краснодарскому краю. То есть мы с вами видим, что гибрид достойно себя показывает на большей части территории Юга России. При этом хочу отметить, что да, может быть, первые два года, когда мы вывели этот гибрид, мы не могли удовлетворить ту потребность, которая существовала вообще по данному гибриду. В этом сезоне мы увеличиваем производство гибрида Алькантара, точнее увеличили уже, и, соответственно, количество семян, которое будет доступно в рынке, оно будет больше по сравнению с предыдущими годами. Еще один момент, с чем, может быть, вы видели, сталкивались в производстве, это влияние сроков сева на финальную урожайность. И многие хозяйства в этом году задумались, а правильно мы ли все делаем. Я сделал небольшую вырезку, я согласен, она может быть там ненаучно правильная, потому что здесь нет фактора единственного различия, но мы хотя бы тенденцию с вами посмотрим по территории Юга России. Здесь приведены данные по срокам сева, гибрида Алькантара, в зависимости до 1 апреля я выбрал. Я называю это супер-ультраранние сроки сева, которые у нас в этом году формировались на части Краснодара, даже в Ростове некоторые пытались до 1 апреля сформировать. То есть это была защитная реакция агронома на то, что запас продуктивной влаги был очень низкий. Но при этом мы не можем не откинуть фактор биологический, то есть это минимальные температуры, при которых прорастает фактически семя. И, соответственно, здесь на этих сроках посева мы больше получили вопросы с разнобойностью по развитию, сформировались больше вопросы, связанными с выпадением густоты, потому что чем длительнее период находится проросток непосредственно в почве, тем его поражают больше грибных болезней, которые есть непосредственно в почве. Соответственно, из-за счет этого, в части из-за счет этого, вот это снижение густоты, она была положительной и отыгрывала по урожайности. То есть у нас ультраранние сроки сева сформировали, вы видите, в среднем где-то свыше 26,5 центнеров с гектара, вот получается по данному гибриду. Если же мы перенесемся с вами по срокам сева от 1 апреля до 1 мая, мы с вами увидим, что урожайность в 17 опытах составила в среднем 22 центнера с гектара. То есть это как раз-таки показывает, что у нас вот этот вот срок сева с 1 апреля по 1 мая, он попал в жесточайшие высокие температуры, которые у нас сформировались, если вспомните, это где-то с 26-27 июня и по 7 июля. То есть там у нас полторы, практически на некоторых территориях даже две недели, температуры зашкаливали за 40, 44, 47, то есть в утренний период, уже в утренний, когда идет светение подсолнечника, у нас температура уже переваливала за 35 градусов Цельсия. Соответственно, вот на вот этих вот локациях, где здесь была получена средняя урожайность где-то 22 центнера. И если мы с вами перейдем в более позднюю, получается, сроки сева, этим уже активно пользуется хозяйство севера, северо-востока Ростовской области. Некоторые даже уже часть краснодарских хозяйств посматривают в сторону ухода на более поздние сроки сева. Уже пришли, и уже есть практическое доказательство этому, что 3 года из 4 у нас складывается на поздних сроках сева более высокая урожайность, нежели мы даже сформируем с вами либо ранние, либо оптимальные сроки сева. И многие хозяйства уже пришли к тому, что там начинают пассивную кампанию после майских праздников, либо во время майских праздников. То есть как раз какой-то старт для того, чтобы начать пассивную кампанию. Но как здесь можно прокомментировать? То есть мы с вами, конечно же, не управляем погодой и не включим в определенное время температурный режим. То мы с вами можем это делать с помощью подбора гибридов, которые будут отличаться. Это подбор сроков сева, то есть не складывать и не формировать посев, во-первых, одним гибридом, во-вторых, это не формировать так, что мы там быстрее-быстрее закончили, за 2-3 дня отсеялись. Вот мы молодцы, все хорошо. А по факту потом попадаем в неблагоприятные условия и получаем снижение урожайности. То есть наша задача это как раз-таки распределить. Я такие несколько слайдов еще буду показывать. То есть сейчас мы вот смотрим по Алькантаре, дальше мы посмотрим и по другим гибридам. Следующий гибрид, это гибрид, который уже более высокий потенциал урожайности. Это гибрид, который может работать при потенциалах и 45, и 50 центнеров с гектара. То есть и хозяйство, многие на территории Юга России очень любят этот гибрид, потому что он включает в себя и высокую урожайность, и устойчивость заразихи, и немаловажный вопрос, это устойчивость к болезням подсолнечника. И этот гибрид, конечно, он является высокоинтенсивным, то есть и вот те вложения, которые мы делаем в этот гибрид, они с лихвой окупаются. Его, можно так сказать, брат, или, не знаю, сестра, то есть как бы гибрида этого, это гибрид Силаскала, который генетически близки между собой, Купава и Ласкала. Но при этом мы можем отметить, что это совершенно разные два гибрида. Этот гибрид уже более экстенсивного типа, умеренно экстенсивного типа по сравнению с той же Купавой. Этот гибрид, который имеет большую засухоустойчивость и довольно обладает высокими показателями по толерантности к агрессивным расам заразихи. Мы с вами видим, что он спокойно работает в урожайностях от 20 до 50 центнеров с гектара. То есть любые условия для данного гибриду будут подходить. Причем, замечено, если год более засушливый и жесткий, то возрастает спрос на Ласкалу. Если год более оптимальный, то есть складываются благоприятные условия, то у нас очень большой спрос на гибрид Купава. Но я могу сказать, что и тот, и тот гибрид достоин уважения и формирует высокую урожайность. И не только урожайность, но и немаловажным вопросом является, конечно же, эта масличность гибридов подсолнечника. И за что ценят и Сингенту именно хозяйство? Это как раз таки то, что у гибридов компании Сингента довольно высокая масличность по сравнению со всем рынком. Следующий сегмент, о котором я хотел бы сказать, это гибриды для производственной системы Клеофилд. Данные гибриды представлены у нас большой линейкой. То есть это уже сейчас у нас уже 5 гибридов. И в дальнейшем ожидается еще регистрация двух гибридов, которые достойно усилят портфель в данном сегменте. Первый гибрид, который любят многие хозяйства Ростовской области за счет пластичности, за счет умеренной интенсивности. Гибрид может работать довольно на жестких условиях. При этом, если мы ему формируем хоть какое-то небольшое питание, то есть при посеве даем амофос, сульфоаммофос, какие-то минимальные количества, он на них реагирует очень положительно. Плюсом данного гибрида является более раннее цветение, например, по сравнению с гибридом неома, и более ранняя группа спелости. Поэтому в многих хозяйствах его очень полюбили. Также этот гибрид имеет довольно высокую толерантность к имидазоленоновой группе. То есть в нашем портфеле он один из сильнейших. Поэтому на него, конечно же, мы продолжаем делать ставку. И многие хозяйства уже мы сейчас видим в заявках, что гибрид не подводит и фактически формирует высокую урожайность. Следующий гибрид, я не знаю, наверное, он сам о себе больше рассказывает, чем я о нем могу рассказать. Это гибрид, который имеет высокую урожайность, масличность. Это гибрид, который адаптирован к различным технологиям. И мы видим, что урожайность данного гибрида не зависит от обработки почвы. Точнее, технологии обработки почвы. Хоть это ноутил, хоть это классическая, хоть это минимальная. Этот гибрид спокойно работает во всех этих трех технологиях. И многими хозяйствами является эталоном по урожайности, по масличности. Я знаю, что многие семенные компании, которые сегодня у нас присутствуют на нашем вебинаре, используют данный гибрид в качестве стандарта, с которым они сравнивают свои гибриды и потом уже принимают решение идти или не идти с гибридом. Поэтому я считаю, это и является, получается, своего рода эталоном по урожайности, по пластичности, по интенсивности. То есть этот гибрид, и мы видим это с вами, опять же, по тем же урожайностям, что он спокойно работает и на урожайности, когда потенциал ограничен на 18-20 центнеров и превосходит намного больше, чем среднее по опыту. И при этом он работает и на более высоких урожайностях, когда у нас потенциал нужно сформировать 40-45 центнеров с гектара и выше. Поэтому ни ома не подводит. То есть фактически так говорят хозяйства. Если говорить о новом сегменте, относительно новом сегменте Клеофил Ди Плюс, то я рад отметить, что компания Сингента за последние 2-3 года нарастила количество гибридов в данном портфеле. И, конечно же, к нашему гибриду Бокарди, который является эталоном по интенсивности, эталоном по пластичности. И в этом сезоне мы видим, что во многих территориях, даже жестких условиях, там, где были сформированы условия 60-70 мм продуктивной влаги, там, где были высокие температуры во время цветения. Несмотря на это, даже гибрид Бокарди за счет пластичности своей, он показал урожайности, пускай там 12, 15, 17 центнеров. При этом, если мы обратимся к гибриду, которые были в производстве других компаний, то там урожайность варьировала от 8 до 10 центнеров. То есть даже в таких жестких условиях Бокарди себя проявил очень достойно. И мы видим, и вообще Бокарди мне нравится именно по потенциалу, потому что мы его видели, то есть ограничения по данному гибриду, я не знаю, но в производстве, то, что мы в центральной части России видели, где достаточное количество и осадков, 64 центнера – это то, что хозяйство получали на данном гибриде. В производстве для меня, например, является, когда ребята закрываются на большой площади, 40-45 центнеров с гектара по данному гибриду, это, конечно, является признанием гибрида и показывает его потенциал и пластичность данного гибрида. Вот опыты и результаты, которые мы с вами видим на территории Юга России, например, по срокам сева, да, вот этих вот опытов. И мы с вами видим, что при формировании ультрараннего срока сева либо оптимального срока сева урожайность варьировалась 20-22 центнера с гектара, да. Но если мы с вами уходим на более поздние сроки посева, то мы видим, что в среднем тенденция к тому стремится, что мы урожайность формируем свыше 30 центнеров с гектара, в среднем по данному гибриду зафиксирована. Поэтому как бы не зря у него лозунг – это технологичность, сила и выносливость, да, какие бы там проблематики не формировались, да, то есть этот гибрид достойно может себя раскрывать даже в жестких условиях. Немножко подробнее хотел остановиться на гибриде новинки умеренно-экстенсивного типа. Это гибрид, который может контролировать заразиху двумя путями, да, то есть с одной стороны это генетический контроль за счет устойчивости к новым расам заразихи, и второй момент – это химический контроль, да, то есть это как раз-таки работа именно зеленоновой группы. Ну, в этом году даже много сталкивались, что ребята даже в производстве, покупая гибрид сирозета, кто-то не успевал, кто-то просто там даже, видя, что отсутствие осадков не формирует какие-то волны сорняков, просто оставляли данный гибрид, не обрабатывали его, и возделали его классический, как классический. И при этом мы видим, что на гибриде не формировалась заразиха, да, то есть это как раз-таки и показывает и генетическую, фактически, устойчивость к новым расам заразихи. Если говорить по урожайностям, то я могу сказать, он меня приятно даже удивил, да, в этом сезоне, но вы видите, что в целом-то, если посмотреть по списку гибридов и вообще по технологиям, чем экстенсивнее, чем засухоустойчивее, чем стрессовее устойчивее был гибрид, да, то тем выше у него сформировалась урожайность по сравнению с какими-то другими гибридами. Соответственно, розетта как раз-таки отвечает вот этим всем требованиям, и мы видим, что на большей части Ростова, Ставрополя, Краснодарского края мы видим довольно высокие урожайности, которые доходят до 40 и выше центнеров с гектара. Поэтому прошу обратить внимание хозяйствам на гибрид розетта. Это достойное подспорье и усиление, фактически, в хозяйствах. Это там, где вы, например, не можете какие-то участки отдать, например, под Бакарди, да, то есть вот под Бакарди вы выделили какие-то участки более интенсивного типа, зарядили, а это участки, которые пришли к вам от соседей, да, там, вы знаете, что там низкое содержание фосфора, там есть как бы сорнички, неизвестно, какая раса заразихи будет формироваться. Вот это отдайте именно под гибрид розетта, потому что он будет именно в этих условиях наиболее лучше раскрывать потенциал вашего поля. Результаты по урожайности, если смотреть в среднем, да, то есть они показывают о том, что и ультраранние сроки сева по данному гибриду были неплохие, да, мы увидели урожайность порядка 27 центнеров с гектара, и более поздние сроки сева, да, которые были там с 1 мая по 1 июня формировались, они сформировали, гибрид сформировал довольно высокую урожайность. Но при этом я хотел бы отметить, да, то есть как бы мы с вами вот на протяжении уже сколько, 3-4 гибридов то, что просмотрели, средние сроки сева, которые вот как раз-таки были, они как раз-таки и были ограничением, да, то есть за счет вот этой высокой температуры во время цветения. Поэтому на это обращаем внимание и не стараемся складывать все, как говорят, яйца в одну корзину, да, то есть распределить эти риски между гибридами. Еще один момент, который удалось провести на многих мероприятиях, мы говорили с вами о запасе продуктивной влаги и какая густота должна формироваться на момент уборки, да, то есть в зависимости от запаса продуктивной влаги. И нам вот удалось несколько опытов провести там в no-till технологии, в классической технологии. Я хотел бы поделиться результатами, которые мы сделали на классической технологии. Почему хочу здесь поделиться? Дело в том, что здесь удалось отследить полностью опыт, то есть мы определили и запас продуктивной влаги на данном опыте. И что мы увидели, да, то есть густота при посеве 45 тысяч формировалось, 55-65 тысяч растений формировалось, количество семян, да, то есть. И по факту к уборке мы вышли 41 тысяча, это была минимальная планка 49 и 60. По нашим рекомендациям при запасе продуктивной влаги порядка 127 миллиметров, то, что мы обсуждали, эта густота где-то должна варьировать порядка 47, где-то 50 тысячам растений на гектаре для данного гибрида конкретно, да. Что мы увидели? Что снижение густоты нам не дало максимального именно эффекта по урожайности. Нам сформировала максимальная урожайность именно вот эта густота 49, да. Я думаю, что в условиях вот этого сезона, этого поля мы могли с этим хозяйством еще посмотреть в сторону, повысить, может быть, на полторы-две тысячи растений, да, то есть где-то выйти, где-то на 51-52 тысячи растений к уборке сформировать. Вот это было бы, наверное, предел, где мы бы увидели максимальную урожайность, да, то есть вот гибрид как бы и отличается. Это и за сухоустойчивостью, и плюс еще вот эти вот рекомендации, которые мы даем по каждому из гибридов в зависимости от влагообеспеченности. Влагообеспеченность. Мы с вами, когда проводим посевную кампанию, мы даже не понимаем, а будут осадки, да, то есть мы в надежде, что будут среднемноголетние какие-то осадки выпадать, а по факту мы видим, что не всегда это происходит, поэтому есть моменты, и мы можем с вами отталкиваться от того запаса, который у нас уже сформирован. Следующий гибрид, гибрид, который появился в нашем портфеле, это гибрид Катана интенсивного типа, гибрид, который имеет устойчивость к новым расам заразихи, и также относится к гибридам производственной системы Cleofield+. Но что вы вот видите вот на данном графике? Я, например, вижу так, что у данного гибрида, то, что мы отметили, у него очень хорошая работа на высоком потенциале, то есть это интенсивные, получается, условия. И мы это сразу с вами видим на результатах, да, то есть если мы пошли с вами за 20-25 центнеров с гектара, сразу гибрид начинает раскрываться, и мы видим, что урожайность начинает превышать среднее по опытам. Если же мы смотрим на гибриды, на эти локации, где было ограничение по урожайности, мы видим, что он работал либо среднее по опыту, либо, может быть, чуть-чуть превосходил. То есть по факту это говорит как раз-таки об интенсивности этого гибрида. Компания Сингента выводит не один гибрид в этот сегмент и выводит еще один гибрид, но уже умеренно интенсивного типа. Это гибрид, который имеет устойчивость к новым расам заразихи, это гибрид, который более раньше, пластичнее, да. И вы видите, этот гибрид может работать как получается на условиях 20 центнеров, так и получается на условиях 40-45 центнеров с гектара. То есть он во всех опытах, где был Дункан, он превосходил по среднюю урожайность по опыту. Но очень ограниченное количество семян было в этом сезоне. Я уверен, на следующий сезон те, кто заинтересован в проведении демонстрационных опытов, мы предоставим семена и проведем дальше испытания. Хотел дальше перейти к сегменту, который является, наверное, одним из растущих на рынке России. Это сульфа-сегменты, то есть это получается гибрид, адаптированный к гербициду Экспресс от компании FMC. Первый гибрид – это гибрид Суматра, это ранняя группа спелости, это гибрид засухоустойчивый, это гибрид, который сформировал урожайность. И вы видите, он спокойно работает на урожайностях и потенциалах 15, 30, 40 центнеров. То есть спокойно этот гибрид может себя проявлять. Но при этом я бы вам именно сказал, что если вы понимаете, что у вас потенциал урожайности свыше 35 центнеров с гектара, уже предпочтение отдавать гибриду Сузуки, которая помимо засухоустойчивости к заразихеустойчивости, этот гибрид имеет экстенсивность, то есть он более экстенсивного типа. И этот гибрид по сравнению с той же Суматрой, гибрид, который имеет более высокую, получается, планку вот этой стерилизации пыльцы. То есть и в этом сезоне гибрид Сузука, конечно, был головной болью для многих конкурентов, потому что превзошел по урожайности гибриды, которые длительный период находились в одиночном положении. То есть и, соответственно, превзошел и по урожайности, и по масличности. И сейчас я могу вам сказать так, что, ребят, не сидите, не ждите. Даже весны гибрид пользуется большим спросом. И просто можем прийти к тому, что в феврале месяце семян уже не будет, они все будут расписаны. Поэтому не затягивайтесь с заявками, очень высокий спрос на этот гибрид. Вот данные по урожайности в зависимости от сроков сева. То есть, опять же, мы видим с вами, что поздний срок сева, он как раз-таки раскрывает и уход от высоких температур, запредельных 45-47 градусов, он дает возможности как раз-таки. Это к вопросу о том, как правильно формировать сроки сева. Как минимум не формировать их в 1-2-3 дня. Даже если у вас, грубо говоря, площадь посева 70-80 гектар, 150 гектар, то есть одна-две клетки, то есть даже между этими двумя клетками можно делать разрыв, плюс еще даже в рамках одной клетки, конечно же, мы не будем с вами формировать, что там по 10 гектар будем всей, да, но при этом мы можем с вами подобрать именно конвейер гибридов, который будет отличаться там 5-7 дней по цветению и по развитию. Поэтому вот наша задача как раз-таки распределить эти риски. Ну и эталоном по потенциалу, по урожайности, по масличности, одна из высоких масличностей в нашем портфеле, это, конечно же, сумика. И он в очередной год показал свою стабильность, пластичность. И мы видим с вами, что очень достойные результаты даже в этот экстремальный засушливый год. Я передаю слово Павлу Ищенко, и мы тогда в сессию вопросов и ответов, все вопросы, которые у вас возникли в группе вопросов, или которые вы хотите задать, подготовьте, мы на все ответим. Спасибо, Иван. Как вы поняли, говорить о наших любимых культурах мы можем бесконечно долго, и мы продолжаем с кукурузой. Итак, несколько слов о портфеле компании Сингента в кукурузе. У Сингента достаточно обширный портфель, представлен практически во всех группах спелости. И, как вы, наверное, уже знаете, мы выделяем некоторые гибриды в отдельные бренды. Например, Artesian, Powercell и Powergrain. О некоторых из них мы сегодня тоже поговорим. Вкратце, в бренд Artesian, как вы видите, входят гибриды Phenomen, Fartago, Chorintus и Primeo. Бренд Powercell – это интенсивные силосные гибриды кукурузы, гибриды Unitop и Cardona. И три гибрида в бренде Powergrain – Marimba, Ariosa и Photon. Это суперинтенсивные гибриды с очень быстрой влагоотдачей. Несколько слов про бренд Artesian. Это гибриды кукурузы, которые эффективно используют влагу в течение всего периода вегетации. Ключевое слово здесь – влагу, потому что при отсутствии влаги, в принципе, ничего не растет. Именно поэтому там, где уровень урожайности у вас опускался, наверное, до 1-1,5 тонн с гектара, многие гибриды кукурузы показывали примерно одинаковый результат. Как принципиально выглядит поведение гибридов Artesian относительно обычных интенсивных гибридов? Когда условия благоприятные, то есть влаги достаточно и питания другого, они будут по урожайности на уровне хороших интенсивных гибридов. Но в случае дефицита влаги гибриды линейки Artesian будут показывать преимущество в 10-15% по урожайности зерна. Что, собственно, дает этим гибридам преимущество. И можно сказать, что эти гибриды имеют встроенную страховку от засухи. И первый гибрид, о котором мы поговорим сегодня – феномен. Сиф-феномен – это наш самый ранее спелый гибрид с зубовидным типом зерна. И его три ключевые особенности – это очень быстрая влагоотдача в передуборочный период. Многие из вас, кто его использовал у себя, замечали, что он одним из первых подходит к уборочной влажности, либо к стандартной, либо даже иногда ниже стандартной влажности, что на юге часто встречается. Отличная засуха и жаростойкость за счет эффективного использования влаги – это характеристика, присущая всем гибридам линейки Artesian. И также гибрид с зубовидным феноменом устойчив к прикорневому полигонию. Мы немножко модифицировали этот график для кукурузы. Здесь, видите, добавились еще точки, которые показывают уборочную влажность. Для кукурузы это такая более важная характеристика, чем для подсолнечника. Именно поэтому мы ее добавили на график. То есть дополнительная шкала справа показывает нам уборочную влажность зерна. И мы видим, что синие точки показывают уборочную влажность гибридов феномен. При этом желтые показывают среднюю уборочную влажность в этих опытах. И, как вы видите, во всех точках EBC феномен был суше, чем средняя по опыту. Что, собственно, также говорит о его быстрой влагоотдаче. Что касается урожайности, то мы видим, что и в стрессовых условиях, где урожайность ниже 5 тонн с гектара, так и в благоприятных условиях феномен показывает стабильное превышение над средним результатом по опыту. Идем дальше. C-Fortaga. Это один из броневиков нашего портфеля, который как раз на рынке, наверное, имеет одну из самых мощных засухоустойчивостей в принципе. Понятное дело, что когда происходит тотальная засуха, и вы можете наблюдать, что кукуруза даже иногда не завязывает початки, в таких условиях редкие гибриды могут, в принципе, какой-то урожай формировать. Здесь, когда мы говорим про повышенную засухоустойчивость, мы говорим о потенциале конкретного поля выше 3 тонн с гектара. Иначе это просто тотальная засуха, и там, в принципе, ничто не формируется. Если говорить про C-Fortaga, его вторая ключевая особенность – это очень быстрый старт и раннее развитие в начале вегетации. И, конечно же, отличная выполненность початка даже в условиях очень сильного стресса. Что касается результатов урожайности. Видите, что в стрессовых условиях фортага показывает хорошую прибавку относительно среднего по опыту. По влагоотдаче он также достаточно неплох, особенно в условиях, где урожайность достаточно низкая. И также при условиях, когда мы выращиваем этот гибрид на орошении, можно с ним получать до 15 тонн с гектара зерна. Я имею в виду, конечно же, сухого зерна. Двигаемся дальше. Fitcherindos – это гибрид с V290. Наш третий гибрид в линейке Artesian. И его три ключевых особенности – это стабильная высокая урожайность в различных условиях выращивания, быстро развивается на ранних этапах веидации на уровне C-фортага и толерантность к большинству патогенов листьев и стебля. Это один из этих гибридов, которые практически никогда не поражаются такими заболеваниями, как гельмитоспариоз, фузыроз початка, ну и, естественно, если вы применяете инсектициды, либо пузырчатая головня. По результатам урожайности в этом году Sitcherindos был одним из лучших в регионе Юг. И видите, что даже в условиях относительного стресса, когда мы говорим, в принципе, про гибриды с более высоким ФАО, то мы подразумеваем, что с этими гибридами мы не идем в те области или бы не выращиваем в тех зонах, где мы можем получить ниже 3-4 тонн с гектара. Конечно же, такие гибриды требуют условий для более высокого потенциала. Соответственно, его целевая уроженность более 6 тонн с гектара. В том числе его можно возделать на орошении, даже несмотря на относительно невысокое ФАО, он показывает урожайность на уровне от 130 до иногда 150-160 центн с гектара на орошении. И наша новинка – это гибрид C-Premier, долгожданный гибрид с ФАО 380. В этой группе спелости мы вывели на рынок отличный броневик, который в том числе хорошо справляется со стрессовыми условиями. Здесь можем уже смело говорить, что у этого гибрида максимальный урожай зерна в своей группе спелости, адаптивен к различным погодным условиям, конечно же, в том числе и стрессовым. И у этого гибрида достаточно быстрая влагоотдача. Если перейти к результатам, то этот гибрид хорошо себя проявил как в относительно стрессовых условиях, так и в условиях хорошего орошения. Здесь у него урожайность поднимается под 16 тонн с гектара. При этом влажное зерно, как вы видите, при уровне урожайности от 6 до 8 тонн, ниже среднего по опыту. Двигаемся дальше. Our Grain – бренд гибридов кукурузы, объединивший интенсивные гибриды с очень быстрой влагоотдачей. Буквально пару слов, что это значит на практике. Как вы знаете, у кукурузы форма зерновки бывает различной. Здесь вы видите зерновки кремнистые, зубовидные и вот такие суперзубовидные, можно сказать. Собственно, такая форма зерновки у гибридов бренда PowerGrain обеспечивает им очень быструю влагоотдачу. Если говорить об интенсивности, то, естественно, эти гибриды требуют к себе максимального внимания и лучших условий. Поэтому на этом графике мы можем видеть, что в условиях, скажем так, либо без удобрений, либо относительно стрессовых, эти гибриды, конечно же, будут показывать себя такими середнячками. Но в условиях, когда питания будет достаточно, когда условия будут максимально благоприятными, такие гибриды показывают отличный отрыв по урожайности относительно стандартных обычных гибридов. То есть эти гибриды используют максимально эффективно то питание, которое вы их даете. И бит C-Photon – это один из представителей бренда PowerGrain. Как видите, да, у него такое характерное зерно, о котором я уже говорил. И если подробнее о нем сказать, этот гибрид быстро развивается на начальных этапах вегетации, что относительно редко встречается у гибридов с таким FAO, высокоустойчив к прикорневому полиганию. И, несмотря на свою суперинтенсивность, он отлично адаптируется к различным технологиям выращивания. То есть это может быть как классическая, так и минимальная обработка почвы. Ну, естественно, орошение для этого гибрида – то, что доктор прописал, как говорится. И если мы посмотрим на результаты урожайности, здесь мы представили результаты за два года. Это, как видите, отрыв этого гибрида от стандартов в условиях, когда условия благоприятные, то есть выше 8-10 тонн с гектара. Эти гибриды, а конкретно Photon, показывают хороший отрыв от стандартов. Также мы видим, что по влагоотдаче этот гибрид, естественно, будет намного суше, чем лучшие стандарты на рынке по этому признаку. Несколько слов о нашей новинке. Это гибрид Sea Scorpius, который пришел на рынок в этом году. Это интенсивный гибрид с высокой адаптивностью к различным агротехнологиям. Такой гибрид в том числе позволяет вам избежать некоторых ошибок при посеве, когда у вас достаточно, возможно, немножко неправильно настроена CL, а этот гибрид прощает такие ошибки. Он достаточно компенсирует огрехи в густоте посева. То есть в более изреженных посевах початки у него будут увеличиваться, в более загущенных чуть-чуть сокращаться, но при этом вы будете получать стабильный урожай. Этот гибрид пригоден к раннему севу. Для гибридов с подобным фау это такая редкая характеристика на самом деле. И можно смело сказать, что он толерантен к весенним заморозкам. Этот гибрид также толерантен к фузы, рёзу и стеблевым гнилям. И имеет очень прочный стебель, что, собственно, позволяет ему не полегать в течение всего периода вегетации, вплоть до уборки и даже при перистое. Если посмотреть на результаты, то, естественно, этот гибрид, как интенсивный гибрид, с его целевой урожайностью более 7 тонн, показывает в благоприятных условиях хороший отрыв от стандартов. При этом его влагоотдача будет намного быстрее, чем у гибридов стандартов на рынке. И еще один гибрид, который мы вывели на рынок в этом году, C-кариока. Это гибрид, специально предназначенный для орошаемого земледелия. Соответственно, с гибридом C-кариока и F-430 вы можете получить максимальную урожайность на орошении. Что характерно для этого гибрида, это хорошая толерантность к фузариозу и стеблевым гнилям даже на высоком патогенном фоне. Что часто встречается, на самом деле, такой патогенный фон, высокий патогенный фон, он не редкость в орошаемом земледелии. Именно поэтому вам приходится работать и фунгицидами в том числе. Понятное дело, что об инсектицидах тут и речи нет. Естественно, люди, которые выращивают кукурузу на орошении, вкладываются в нее по полной. Поэтому максимальная защита от вредителей и патогенов должна присутствовать на орошаемом земледелии. Ну и что еще характерно для кариоке, это высокая натура зерна по сравнению со стандартами на рынке. Если говорить об урожайности, то, естественно, целевая урожайность этого гибрида более 10 тонн с гектара. Более низкий фон урожайности для этого гибрида можно назвать стрессовым на самом деле. Именно поэтому он и предназначен либо для благоприятной зоны, там, где хорошая влага и обеспеченность, либо это орошение с уровнем урожаяности более 12-14 тонн с гектара. На практике в этом году с Си-Кориока мы получили в одном хозяйстве более 16 тонн с гектара сухого зерна вот в Симбер-Каракровском районе Ростовской области. В наших опытах получали до 20 тонн с гектара. Поэтому те, кто нацелен на такой уровень урожайности, может смело в этом году приобрести Си-Кориока и проверить его на прочность в следующем сезоне. И, пожалуй, наверное, на этом этапе по кукурузе у меня все. И мы переходим, я думаю, к очень интересной части, где Кирилл поможет мне и расскажет немножко об Викторине. Мы на вопросы ответим, а потом... А, отлично. Давайте сначала, да, на вопросы, если мы не ответили на что-то. Окей. Там были два вопроса, Вань. Наверное, я давай тебе их озвучу. Там, получается, был вопрос от Игоря Чехла, получается, по поводу Клеофилд и Клеофилд Плюс, чем они отличаются и отношения к обработкам. То есть, если касательно этого вопроса, в гибридах производственной системы Клеофилд и производственной системы Клеофилд Плюс используются разные гены. Как вы знаете, в гибридах для производственной системы Клеофилд используется дикий ген, который был найден, да, это ген Эмиссан. В гибридах для производственной системы Клеофилд Плюс используется уже, можно сказать, как искусственный ген, который был отобран сотрудниками лаборатории, это Клеофилд Плюс, Сиалаш Плюс Ген. В чем отличие между этим? То есть Сиалаш Плюс Ген дает положительный момент именно в толерантности к высоким дозировкам и медозаленоновой группы. То есть гибриды данного направления легче переносят вот этот стресс от гербицида. Второй момент, который немаловажный, это вопрос масличности. То есть когда мы, например, делали тот же гибрид Неома, который получился генетически близок к гибриду Брио, вот это использование дикого гена дало небольшое снижение масличности. Я прошу прощения, снижение масличности. То есть если гибрид оригинал имеет 50-52-53% масличности, то вот этот дикий ген, он влияет где-то 1-1,5% масличности он снижает. То есть это отмечено по всем гибридам для производственной системы Клеофилд. Если же касательно третьего пункта, то он, конечно, спорный. И компания БСФ, когда запускала производственную систему Клеофилд Плюс, был такой момент, это контроль Сиалаш Плюс падалицы с помощью Сульфанил Мочевин. Но здесь именно, когда мы с ребятами проговорили, то этот вопрос не контроль, а падалица Клеофилд Плюс гибридов, она более чувствительна. Но мы не можем сказать, что это контроль. Потому что у многих хозяйств сложилось неправильное представление, что, грубо говоря, после того, как мы посеяли, например, гибрид для производственной системы Клеофилд, ну, например, Неома, на следующий сезон мы сеем на этом месте, получается, сульфа-сегмент, и мы пытаемся отконтролировать падалицу Неомы с помощью гербицида Экспресс. Либо, например, после производственной системы Клеофилд Плюс, после Бакарди мы пытаемся сеять Сумико, Сузуку, Суматру и так далее, и пытаемся отконтролировать падалицу Клеофилд Плюс подсолнечника. Нет, этого не происходит, потому что, да, гены разные, но механизм работы гербицидов, что Экспресса, что и медозаленоновой группы, это АЛС-ингибиторы, то есть они блокируют выделение и производство таких аминокислот, как лицин, изолицин и валин, да, то есть, соответственно, по механизму работы они одинаковые, да, соответственно, это и приводит к тому, что в практике вы часто сталкиваетесь с тем, что случайно Клеофилд гибриды отработали Экспрессом, а Экспрессовские гибриды Сульфа-сегмент отработали, например, случайно Евролайтинг. Он, да, по факту происходит, что фитотоксичность какая-то проявляется, но при этом не происходит контроль. Поэтому вот это различие, можно сказать, между Клеофилдом и Клеофилдом Плюс. Со стороны рекомендаций, там еще была часть вопроса со стороны рекомендаций, да, то есть на гибридах для производственной системы Клеофилд, это Неома, это Фортими, это Тристан, это Колумбия, это Эксперта. Еще у нас появятся два гибрида. Компания Сингента рекомендует препарат для производственной системы Клеофилд, это препарат Каптора. Для производственной системы Клеофилд Плюс у компании есть, можно сказать, комплексное решение, которое включает в себя набор гибридов. Это уже такие полюбившиеся гибриды, как Бакарди, Неостар. Добавляется в эту линейку Розетта, Дункан, Катана, да, то есть уже пять гибридов фактически есть в портфеле, и еще у нас парочку гибридов в ожидании, в регистрации находятся. Они позволят работать уже гербицидами для производственной системы Клеофилд Плюс. У компании Сингента сейчас это два гербицида. Один содержит два действующих вещества, это имазомокс, мазобир, это Каптора Плюс. И второй препарат, который содержит чистый имазомокс, плюс вспомогательная и уникальная адювантная система, это препарат Листега Про. Это для тех хозяйств, которые боятся за именно последействие. И вот как раз таки вот Листега Про позволяет за счет наличия только одного имазомокса нам немножко быть пластичнее в плане применения данного продукта и меньше переживать за последующие культуры, именно за последействие. Это первый вопрос, да, по поводу того, что задавал Игорь. Сейчас, давайте дальше. Дальше вопрос был от нашего коллеги по цеху, от Константина Руденко, по поводу того, что во время обработки их гибридов произошли какие-то вопросы по фитотоксичности на Клеофилде, Клеофилде Плюс и, получается, на технологии, подразумевающие использование препарата Экспресс. В этом сезоне мы с вами видели, что вегетация подсолнечника наблюдалась в довольно жестких условиях. Это отразилось у нас в виде недостатка влаги, да, то есть это было типично для всех зон. Но что мы еще в этом году поимели, эта проблема была не только на подсолнечнике, но и на зимой пшенице. Это были заморозки, да, то есть это было 13-14 по Ростовской области, то же самое там Краснодарский край, Ставропольский край, плюс 17-го и, если не ошибаюсь, 25-го еще мая это были, то есть вот очень поздние заморозки. К чему они привели? Любое использование имидазоленоновой группы либо того же Экспресс-гербицида вне рамках регламента. Что такое вне рамках регламента? Это вот эти вот перепады, это понижение температур, заморозки, да, то есть это выпадение осадков, да, то есть вот это все как бы это приводит к тому, что, например, если мы говорим за понижение температуры, на всех абсолютно препаратах прописано не использовать препараты во время стресса культуры, да, то есть, соответственно, что мы наблюдали? Небольшие хозяйства, где принятие решения именно наблюдается за счет того, что какая складывается ситуация в поле, они, видя, что были заморозки, некоторые оттянули срок обработки посевов. Но те хозяйства, которые имеют центральную какую-то систему принятия решения, да, то есть это холдинги, на местах с чем сталкивались? Приезжаем в хозяйство, говорят, вот там у вас на каком-то гибриде есть проблема с фитотоксичностью. Начинаем разбираться. Потом агроном или там механизатор говорит о том, что, слушай, ну, я уткам утром воду наливал, вода в корыте была замерзшая, да, то есть он через это корыто переступил, заморозки были там минус 2, минус 3, и пошел опрыскивать подсолнечник, который находится в стрессе. То есть вот это вот замедление всех ростовых процессов на подсолнечнике, что приводит? Имидазолиноновая группа попадает на растение, не распределяется, не перерабатывается растением и формируются точки высокой концентрации действующих веществ. То есть растение просто начинает, так же как сорняк, начинает вот эти вот аминокислоты, лицин, валин, изолицин, начинает их, получается, ингибировать. И, соответственно, мы с вами видим, что начинаются вопросы по фитотоксичности, да, где-то пожелтение растений. Соответственно, это все нарушение регламента. То есть если вы видите, что у вас приходят низкие температуры в этот период, отложите, получается, хотя бы там за 3 дня. И вот как раз когда мы проехались по одному из холдингов, у которого были нарекания абсолютно по всем гибридам, которые есть в линейке нашей компании, других компаний, да, то есть независимо от производства, то есть независимо от регистранта, с чем мы столкнулись, и они сами пришли к этому выводу. То есть то, что работалось от 13 до 17 мая, то, что производились обработки, было проявление фитотоксичности. То, что работали, например, уже за 17 мая, там, в период, там, с 18 по 22 мая, там они фитотоксичности не увидели, и снова новые заморозки, которые были 25, да, то есть 2 дня до этого и 2 дня после заморозков, да, культура просто отходила от стресса. Соответственно, в эти, получается, периоды у ребят сформировались большее проявление фитотоксичности. То есть у них и было, что, говорит, на ранних сроках обработки мы не увидели фитотоксичности, потом была фитотоксичность, не было, и опять была фитотоксичность. То есть когда они эту матрицу посмотрели, разложили, они сразу для себя как бы все это определили. Поэтому тут и есть задачи агронома, руководителя о том, чтобы смотреть, какие у нас погодные условия формируются на момент обработки. Так, еще какой у нас там вопрос был. Коллеги, помогите, вы там много поотвечали. По поводу, добрый день, в Европе есть регистрация на гибриды подсолнечника под гербицид на основе трибинронметил и тифенсульфуронметил. Что вы знаете, под какие гибриды можно использовать? Да, я предлагаю объединить. Константин задавал вопрос по экспрессу Голду, да, и получается, Александр задает вопрос по поводу препаратов, содержащих два действующих вещества, трибинронметил и тифенсульфуронметил. Какая есть ситуация по данному направлению? Сейчас на рынке представлено, можно так сказать, направление сульфа, то есть которое включает применение гербицида Экспресс от компании FMC. И сейчас на рынке появился препарат Экспресс Голд, который также рекомендуется для гибридов Экспресс. Но при этом не все компании подтвердили и сказали о том, что Экспресс Голд можно использовать на той или иной генетике. То есть с чем это связано? Это связано с несколькими моментами. Первый момент, он связан прежде всего с анализом. И компания Сингента в этом отношении по сравнению с другими компаниями заняла выжидательную позицию, в каком плане, что мы пока не получим двухгодичные, трехгодичные данные по результатам вот такого применения препарата Экспресса Голд. Мы рекомендации пока на наши гибриды формировать не будем. И, соответственно, мы сейчас пока остаемся на рекомендациях препарата Экспресс от компании FMC. Почему, как бы, есть, какие есть моменты? Первый момент, он находится в плоскости, ну, можно сказать, не юридической, а, можно сказать, как вот технической части. То есть какая часть именно техническая? Тифисульфурон метил, да, он как бы усиливает эффективность по некоторым сорнякам. Но опыты, которые мы посмотрели по факту, мы видим о том, что даже если добавляется в смесь тифисульфурон метил к трибинурон метилу, то мы видим только разницу в увеличении проявления эффективности на таких сорняках, как марь и амброзия. Порядка там 3-5% в зависимости от ситуации. Это может расслаблять хозяйство. И когда компании позиционируют смеси вот такие вот Экспресс плюс тифисульфурон метил, трибинурон плюс тифисульфурон метил, хозяйство начинает расслабляться, что это позволит им работать так же, как наравне с технологией Клеофилд. И немножко у нас пассивы начинают зарастать. А вы сами понимаете, многие с вами сталкивались с этим, что чем позже мы заходим обрабатывать ту же амброзию, тем мы имеем хуже результат. То есть, соответственно, это не Клеофилд плюс технология. То есть, как бы вот здесь уже есть такие вот грани. То есть, если в ваших руках я говорю, там, Клеофилд, Клеофилд плюс, это, можно сказать, топор, да, то использование трибинурон метила, это уже секатор в ваших руках, и вы уже меньше имеете возможностей. То есть, если вы упустили срок обработки от двух, там, настоящих листьев, там, семидоли, то у вас уже могут эффективность от применения данного гербицида, она у вас снижается. То есть, если вы привыкли, что на Клеофилде, например, вы заходите в фазу 4, например, листа на амброзии стоит, вы отработали и вы отконтролировали данный сорняк, то это может приводить к тому, что у вас будет понимание такое, я буду работать им гербицидом, и он будет на уровне Клеофилда, Клеофилда плюс. Нет, это вот такого не происходит. И второй момент, вот это добавление тифисульфурон метила, оно может приводить к проявлению фитотоксичности, особенно на фоне вот таких вот проявлений, именно связанных с нарушением регламента. А у нас в сельском хозяйстве всегда, да, какие-то есть вопросы. То осадки выпали, то там заморозки, то еще какая-то ситуация складывается. Компания Сингента изучила не только свои гибриды, но и изучила гибриды конкурентов, да, то есть как бы именно в обработке, и в этом году мы заложили опыты, которые были 4, 5 вариантов обработки, да, то есть это контроль, 50 грамм экспресса, 100 грамм экспресса, 40 грамм экспресса голд, то есть максимально зарегистрированная дозировка, и 80 грамм экспресса голда, да, то есть это двойная, то есть мы имитировали вот эти вот перекрытия непосредственно внутри хозяйства. И что мы увидели, ребят, что на 80 граммах, то есть на двойной дозировке использования, некоторые гибриды начали проявлять от 2, где-то до 3 процентов начали проявлять фитотоксичность. То есть на, получается, 40 граммах мы никаких вопросов не видели, на 50 граммах экспресса мы ничего не видели, на 100 граммах мы ничего не видели, да, но вот на 80 граммах экспресса голд мы начали увидеть 2-3 процента. Причем я могу вам сказать, что те топовые продукты, которые сейчас, например, у конкурентов рекомендуются, и те гибриды, которые говорят о том, что да, мы вот там экспресс голд подписались, и мы молодцы. Я могу сказать, что на этих гибридах было больше фитотоксичность, нежели чем на одном гибриде, который у компании Сингента. То есть из нашей линейки, грубо говоря, самым, получается, чувствительным, на 80 грамм оказалась суматра, которая дала фитотоксичность 2%. Я вам могу сказать, что стандарт, который является стандартом от компании, проявил около 6-7 процентов в зависимости от повторности. Соответственно, я уверен, что год-два пройдет, и здесь появится, ну, можно сказать, такая правда на рынке, потому что сейчас многие семенные компании пересмотрят вот эту ситуацию. Поэтому компания Сингента не может рисковать своим именем и давать рекомендации просто из-за того, что это модно, и все кинулись в этот сегмент. Поэтому однозначно пока позиция компании Сингента, что мы на свои гибриды, да и предлагаю и другим компаниям присмотреться в этом вопросе, потому что, наверное, у компании Сингента в связи с тем, что есть химическое подразделение, да, то есть этот вопрос изучен вдоль и поперек, да, соответственно, мы сразу просчитываем эти риски.